Сегодняшняя тема. Наркоманов, читайте здесь, упомянутая программа была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина, она предусматривает комплекс мер по освобождению от наркозависимости, по восстановлению их коммуникативных и профессиональных навыков, а также семейных связей. Ожидается, что 28 июня программа будет принята Государственным антинаркотическим комитетом, а затем направится на утверждение главы государства. Как сообщил Виктор Иванов, сейчас в России количество наркоманов оценивается на уровне 8 миллионов человек, ежегодно правоохранительные органы выявляют около 200 тысяч новых наркопотребителей, еще 600 тысяч каждый год попадают в поле зрения медиков. С этой массой больных наркоманий никто ничего не делает, отметил глава ФСКН. Новая программа призвана внедрить комплексные решения, и выйти за рамки чисто медикаментозных методов борьбы с этим злом. Как показывает практика, медицинская помощь дает только 2% ремиссии и 2% реабилитации. Остальные 96% случаев возвращения наркозависимых к нормальной жизни включают в себя помощь психологов, работу с семьями и прочие меры социального характера. По словам представителя общественной палаты России Олега Зыкова, среди российских заключенных, осужденных за наркопреступление есть те, кого можно было бы амнистировать. Подчеркиваю, мы говорим не про наркобаронов или преступников, а про больных людей. Те, кто по новой 82,1 статье Уголовного кодекса могут претендовать на лечение, лица, впервые попавшие в заключение по статьям 228, часть 1, 231, часть 1, 233. Их пребывание в местах лишения свободы не полезно ни для них, ни для общества. Мы знаем, что, чем больше наркоман просидел в тюрьме, тем хуже он контролирует свою дозу. Основная смертность наркоманов, выходящих из тюрем, связана с передозировкой. Эти люди должны проходить реабилитацию, о которой сегодня там много и так бурно говорят на государственном уровне. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь!